Здравствуйте! Я Анастасия Емцова. Это информбюро программы «Чистых новостей». Вот какими событиями запомнится сегодняшний день. Скандальное дело завода автоприцепов, похоже, набирает новые обороты. Факты, о которых молчали много лет, выплыли наружу. Бывшие сотрудники завода рассказали, что у них незаконно выбивали их же акции. Анастасия Самойлова разбиралась в ситуации. Маленькой Кристине из Лермонтова нужна помощь каждого из нас. У нее серьезный диагноз. Шанс на спасение есть. Долгостоящая операция за границей. Как помочь ребенку, узнаете в информбюро. Воняет. Жители дома на улице Шабалдаева, 4, не знают уже, куда жаловаться. Во дворе стоит такая вонь, что даже фоточкой открыть невозможно. Проблемой разбирался Алексей Форсиков. Завтрашний день нас порадует солнышком. Подробнее в конце программы. Двоих рабочих засыпало грунтом. ЧП произошло накануне в краевом центре на улице Десантников во время земельных работ. Спасатели из-под завала вырытые траншеи сначала достали 26-летнего мужчину, которому тут же оказали медицинскую помощь. За ним и второго рабочего, 19-летнего парня. Кстати, это был его первый рабочий день, который оказался роковым. На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования, скорая, спасатели и полиция. Причины обрушения земли выясняются. Работает следственная группа. Жители многоэтажки на улице Шабалдаева в Ставрополе устали бороться. С запахом из подвала и коммунальщиками жалобы людей выслышал Алексей Форсиков. Дышать нечем. Корточку нельзя открыть. Галина Васильевна живет как раз над злополучным подвалом. Говорит, на лифте ездить невозможно, окна открыть тоже нельзя. Из подвала несет так, что слезы из глаз. А уж зайти туда, к источнику вони, просто невозможно. И куда они только не жаловались. И вот уже до прокуратуры дошли. Да пока все без толку. Мы вынуждены были вот неделю или полторы назад написать жалобу. Написали на прокурора промышленного района, жилищную инспекцию по Ставропольскому краю и санэпидстанции. Правда, санэпидстанции не хотели принимать эту жалобу. Говорят, что это не наше. Все это только жилищное. Люди, конечно же, обращались и в управкомпанию. Да вот только там находили множество причин отказать в очевидно необходимом ремонте. Течет канализация. Сорвала трубу, отгнила, отвалилась и течет. Все передали в Домоуправление. То, что срочно нужно что-то делать, сомнений не вызывает. Стоит только зайти во двор. Очень хорошо, что телевидение пока что не умеет передавать запахи. Находиться на улице, а тем более здесь в подвале, вообще невозможно. Вонь стоит чудовищная. А пока люди дожидаются ответа от прокуратуры, качество их жизни оставляет желать лучшего. Люди на первом этаже. Человек принес операцию сердца. С маленькими детьми. Дети наши ходят в библиотеку. Не можем даже проехать на лифте. Не можем с этой стороны открыть окна. Мы пенсионеры, которые заработали, все это построили. Неужели мы не заработали, чтобы... Ну если где-то там у нас двое квартиры, говорят, не платят. Ну если не платят, то... В смысле скажите, если это действительно запланировали, сдайте там по 100, по 50 рублей. Поскольку что выкачать надо привести в порядок. Мы до сих пор не можем. Поэтому мы, доведенные до крайности, пригласили вас в телевидение. А в управляющей компании, которая этот дом обслуживает, с нами разговаривать отказались. Главный инженер в отпуске, начальник неизвестно где, мастер говорить не может. Алексей Форсиков, Николай Попов, Информбюро. Именин и Кавминвод отметят уже 7 сентября. Дата юбилейная – 210 лет. О том, как будет проходить праздник, сегодня обсудили в правительстве региона. Подготовка, звучала в зале, идет не самым лучшим образом. Некоторые города-курорты совсем не готовы к проведению массовых мероприятий. Тем не менее, уже продумали концепцию фестиваля. Он пройдет под девизом «Ставрополье – территория дружбы». На сцену будут различные национальные коллективы, а также команда КВН «Город Пятигорск» – участница высшей лиги. Но, отметил Иван Ковалев, веселье веселем, первое дело – чистота и порядок в городах, особенно на въездах. Ну, наводите порядок. Наводите порядок. Пока я говорю в тех возможностях, которые есть у вас, и не требующих затрат. Это просто хозяйское отношение к делу. Ну, мусор я отдельно выделять в тематику не буду. Не подается никакому критике и обсуждению. Это вопрос не должно быть. Поэтому, каждый глава, записывайте себе и отрабатывайте эти вещи. Помочь сможет каждый. Елена Бондаренко из города Лермонтово всем сердцем верит, что страшный диагноз у ее дочери они победят. Нужно лечение за границей. Материал наших коллег из курортного региона. Действовать всем и сейчас протянуть больному ребенку руку помощи, даже если об этом ребенке ты ничего не знал до сегодняшнего дня. Милосердие, как и болезни, не должно знать границы возрастов. Кристина родилась с пороком сердца. Рок сердца поставили при рождении. Нам операцию сделали в 2 года 4 месяца. Кардиохирургия. На вторые сутки ребенок пал в кому. Провела в коме 3 недели. Пошли осложнения очень сильные. Был отек головного мозга. Погибла кора головного мозга. Ребенок у меня не сидел, не ходил. Была как растение. Трубочка у нас у 3 месяца стояла, ее кормила. За 9 лет Кристина научилась сидеть и говорить слово «мама». Своего папу она не вспомнит никогда. Супруг Елены бросил свою семью. Сейчас Кристине 11 лет. Ее берут на обследование в Германию. Там запланированы многочисленные анализы и терапии. Стоимость обследования почти 39 тысяч евро. Немецкие врачи дали на сборы 3 месяца. Прогноз врач дает, что ребенка можно поставить на ноги. Для этого нужны деньги большие, которых у меня нет. Я живу одна, воспитываю двух детей на съемной квартире. Работать не могу, так как ребенок инвалид, а за ним нужен постоянный уход. С тем, что Кристину можно поставить на ноги, согласна и отечественная медицина. Все упирается в дорогостоящие препараты и высокотехнологичные методы обследования и лечения, которые есть только за границей. Мама Кристины не сидит сложа руки. Успевает и за детьми ухаживать, и размещать просьбы о помощи не только в газетах и на телевидении, но и подключать для спасения Кристины социальные сети. Поддержка нужна любая. От столь необходимых для поездки в Германию денег, до лекарств и банальных памперсов. Обращаюсь ко всем неравнодушным людям о просьбе помочь моему ребенку. Всего один взгляд на больную девочку говорит сильнее и искреннее любых слов о помощи. Возможно, благодаря всем нам Кристина сможет не только сделать свои первые шаги, но и сказать в ответ спасибо. А сейчас мы уходим на небольшой рекламный перерыв во второй части программы. Узнаем, как ставропольцы поздравили моряков-подводников, а также расскажем, за какие нарушения ПДД с 1 сентября будут платить по 30 тысяч рублей. Не переключайтесь. Ставропольская делегация в день ВМФ подарила подшефной дивизии атомных подлодок автомобиль. В этом году 31-я краснознаменная дивизия атомных подводных крейсеров отметила 80-летний юбилей. Зам. предправительства Юрий Скворцов, возглавляющий делегацию ставропольцев, рассказал, что накануне поездки в Белый дом звонили десятки людей с просьбой передать морякам-подводникам их любовь и восхищение. Своё признание жители нашего края подкрепили материально. В этом году на счет дивизии Ставрополя было перечислено более полумиллиона рублей. Теперь моряки-подводники смогут отремонтировать казармы, закупить новые компьютеры для кают-компании. Уже больше 10 лет Ставрополя поддерживает и помогает своим подшефным и очень этим гордится. С 1999 года 31-я дивизия взята в наше шефство. И начиная с указанного периода по поручению губернаторов мы дарим подарочки. Это уже пятый наш автомобиль. И надеемся, что он не последний. По поручению губернатора Зеленкова Валерия Георгиевича наша большая делегация вновь прибыла в Гаджиево. И сегодня мы поздравили моряков-подводников. В свою очередь от имени моряков-подводников Ставропольскую делегацию поблагодарил командующий подводными силами ВМФ России контр-адмирал Александр Моисеев. Понимаю, что регион непростой. Она, наверное, один из самых сложных регионов нашего государства. С учетом особенностей, скажем, территориальных особенностей и граничащих с теми горячими точками нашего государства. Но, тем не менее, люди находят возможность выделить, оторваться от таких серьезных забот, в праздник быть вместе с нами. А мы продолжаем следить за историями тысяч бывших сотрудников завода автоприцепов, что в Ставрополе спустя несколько лет огласке предались факты, которые до этого просто утаивались. По словам рабочих, их насильно заставляли продавать акции. Уголовное расследование по факту мошенничества продолжается. Анастасия Самойлова о том, как люди с того света добровольно отказывались от своих ценных бумаг. Две тысячи человек. Именно столько, уверен адвокат Виктор Толмачев, обманутых экс-сотрудников завода автоприцепов. Темная история, рассказывает юрист, началась еще несколько лет назад, когда акции завода, принадлежавшие рабочим, начали скупать. О чем смогли сказать слух только сейчас, какое-то время спустя. Я пришла молодой девушкой, мне было 22 года, в 71 году. А в 2000 году, ну меня как бы не выгнали с завода, но сделали так, что я написала сама заявление. Как бы все предпосылки к этому пришли. Валентина Макарова без преувеличения ударник труда. Это сейчас она подрабатывает вахтером в общежитии, женщина уже на пенсии. Но до этого всю сознательную жизнь работала на заводе автоприцепов. Очень хорошо поднялась по карьерной лестнице, дослужилась до начальника отдела труда и заработной платы. Получала множество наград, причем лично, из рук директора завода Евгения Письменова. Но в одночасье, вспоминая женщины, поменялось все, и отношения руководителя, и его поведение. Предложили по-хорошему, мол, продавай свои акции, и заставь это сделать всех своих подчиненных. Когда дело дошло до самой Валентины Макаровой, она дала однозначный ответ. Я сдавать акции свои не буду. Он мне говорит, не сдавай. И сразу же понеслось продолжать женщина придирки к работе, упреки, недовольства высшего руководства. От переживаний Валентина слегла в больницу, не выдержав натиска, и там, прямо под капельницами, написала заявление по собственному. Валентина Макарова считает адвокат, который и разбирается в этом сложном деле, не единственная жертва. Он письменный вызывал к себе в кабинет и говорил, так, уважаемый, вам необходимо сдать мне акции. Кто возражал, предлагалось уволиться, или кто возражал, начинались, как говорится, против него такие административные давления. Это лишался премиальных, лишался бесплатного питания в столовой, лишался поездки на море. Клара Егорова трудилась на заводе практически всю жизнь, где, кстати, и познакомилась со своим будущим мужем. В один момент, рассказывает женщина, ее просто поставили перед выбором, либо акции, либо лишишься крыши над головой. Нас заставили либо добровольно отдать акции, сдать их на завод, либо же освободить место проживания. Но у меня на тот момент все-таки муж умер, и двое маленьких детей на руках было, 5,4 года у меня детям было. Куда бы я с ними пошла. Это еще не самое интересное, говорит Клара Егорова, через 6 лет после того, как женщина стала вдовой. Произошло невероятное. Необъяснимо, но факт, супруг, который давно умер, взял и продал акции письменам. Акции моего мужа каким-то образом были проданы в 2000 году, в мае 2000 года. Но на этот момент моего мужа уже 6 лет как не было в живых. В 1994 году он был похоронен, он умер. И это далеко не единственный случай, утверждает адвокат, когда люди с того света участвовали в сделках. Умершие подписывали эти передаточные распоряжения, и каким образом они получали эти деньги за эти акции. Потому что таких случаев несколько, порядка трех десятков. Это пока им, как говорится, мы знаем. После долгой войны адвокатов уголовное дело по факту мошенничества все-таки возбудили. Но следователи, которые занимаются делом, очень неохотно шли на контакт с нашей съемочной группой. Порядка трехнедель нам понадобилось, чтобы добиться хоть какой-то официальной информации. В итоге комментарии получились очень сухими и только по телефону. Да, имеется уголовное дело. Сразу говорю, дело имеется. Но каких-либо других комментариев, которые дать не могу, опять же, поясняю, что следствие было, дело еще не окончено. Пролить хоть какой-то свет на историю мы, разумеется, попросили самого Евгения Письменова. Но дозвониться АДЭКС руководителя завода автоприцепов нам не удалось. Следствия продолжаются уже вот как год. По предварительным подсчетам адвокатов у людей разными способами могли выбить 100 тысяч акций. Десятки потерпевших опросить каждого работа не одного месяца. Люди продолжают гадать, дойдет ли дело в суд, в чем многие откровенно сомневаются. Письменный Евгений Яковлевич просто хотел завладеть заводом. И у него было намерение только такое. Анастасия Самойлова, Николай Попов, Информбюро. Бесплатные курсы русского языка для мигрантов уже больше года успешно работают на Ставрополе. Появились они благодаря соглашению между Федеральной миграционной службой и Ставропольской митрополией. В рамках сотрудничества также идет помощь в переселении наших соотечественников, в частности казаков-семиреченцев из-за рубежа. Сегодня было подписано новое соглашение, в рамках которого сотрудничество ФМС и РПЦ будет продолжено. А на сегодняшний день Православная Церковь выполняет миротворческую миссию по объединению людей разных конфессий и национальностей, отметил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Мигранты совершенно безбоязненно идут в наши храмы, на подобные какие-то программы, лекции, получают часто гуманитарную помощь, вы знаете, прекрасно через наши храмы. Это еще раз свидетельствует о том, что Православная Церковь является объединяющим началом миротворческим. И вот к этому призваны в том числе и федеральные службы миграционные, и, конечно, РПЦ будет делать все, чтобы действительно был мир и согласие. За непристегнутый ремень безопасности теперь придется заплатить в два раза больше. А если вы перевозите ребенка без специального кресла вместо 500 рублей, придется раскошелиться на 3000. Изменения в правилах дорожного движения, которые вступят в силу в ближайшее время, озвучил на пресс-конференции начальник управления ГИБДД по краю Алексей Сафонов. Нововведения также коснулись и скоростного режима. Как прозвучало лихачей, теперь ждут не только штрафы, но и административные аресты. А еще суммы штрафов за вождение в нетрезвом виде теперь начинаются от 30 тысяч. Несладко придется и пешеходам. Переход улицы в неположенном месте обойдется им в 500 целковых. Еще одно нововведение инспекторов ГИБДД планирует снабдить специальными портативными камерами, которые будут крепиться прямо на форму. Помимо того, что у нас сейчас уже на 85% все служебные автомобили оснащены видеорегистраторами и до конца сентября будут оснащены 100% все служебные автомобили, также мы сейчас внедряем активную работу вот такой переносной видеорегистратор, который вешается на карман инспектору. Он прекрасно снимает на расстоянии до 10-15 метров и более, в зависимости от камеры. То есть в то время, когда инспектор уже фиксирует нарушение визуально, на видео останавливает правонарушителя, который говорит по телефону, либо же который не использует ремень безопасности. И немного о кино. Великий комик Фантомас, самый известный в мире жандарм Луи де Фюнесс, сегодня бы отпраздновал свое 99-летие. Помнят ли хоть какие-то ленты с его участием прохожие на улицах? Смотрим вопрос дня. Фантомас Я больше всего жандармов люблю. Ну, конечно, Фантомас это тоже здорово. Вообще, самый клевый актер. Из-за того, что я не вдаюсь подробностей, я не могу ответить на ваши вопросы. Я не знаю даже, кто это такой. К сожалению. Фантомас замороженный, большая прогулка. Да, пожалуй, это как, полицейские там где-то... Жандармы. Жандармы, да. Вот так вот сразу на проход, как говорится, сразу не вспомнил. Подожди, а жандарм, это не там он случайно снимался? Вот, жандармы, жандарметки, потом... Ты смотрел что-нибудь? Нет, я не интересуюсь. Я смотрела, но очень-очень давно. Поэтому, знаете, это гениальный актер. Ну, в основном, вот фильмы про жандарма и Фантомаса. То есть камень. Мы все их очень любим, помним. Дети наши смотрят. По фильмам-то я много помню, но... Сейчас я навскидку-то и не скажу тебе, пожалуй. Актер прекрасный, французский, но... Память, память уже начинает подводить, так что... Мы вообще ничего не знаем о нем. Мы не знаем, какого. Просто... Помним жандармы Сент-Тропе, жандармы-инопланетяне... Фантомас. Фантомас. Потом Большая прогулка, по-моему. Да. Ну, еще ряд фильмов сейчас, пьяна, память. Фантомас разбушевался, Фантомас. Кто там еще? Ну, много в каких фильмах снимался. Я вот не знаю, В побеге не снимался? Нет, не снимался. Нет, я помню про Фантомаса и всю вот эту вот серию, но название сказать не смогу. Ставропольцы начинают привыкать к курткам в повседневном гардеробе, а сегодня только последний день июля. Когда, наконец, вернется лето, вот такое боевое задание мы дали нашим метеоведущим. Смотрим прогноз. На курортах Египта становится все жарче. Днем воздух раскаляется до плюс 45. О погоде в крае узнаете прямо сейчас. Западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Все видеопрограммы вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv. Заходите, комментируйте, делитесь нашими материалами в соцсетях. На телефон редакции в Ставрополье 351345 звоните, и мы обязательно откликнемся. А у меня на этом все. С вами была Анастасия Емцова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин